Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Дмастер, и с вами сегодня Мастер Чан. И мы решили все-таки показать, какие фишечки добавил Мастер Чан на вар. Во-первых, когда вы заходите на арену, нажимаем shift, вот так вот на арене, и появляется выбор классов, ну, менюшка выбора классов. Все классы русифицированы, и здесь есть полное его описание, то есть полное описание класса. Инвентарь, какие есть бафы на нем, сколько он стоит, и сверху у вас ваш баланс написан. Видите, тут я вот сейчас показываю, как бы у меня на экране это видно. Нажмите что-нибудь вот там, чтобы купить. Нажмите ли это, думаешь, и да. Вот, в принципе, я пока что себе разблокировал почти все классы, но я их у себя лично вайт, но я просто для видео хочу сделать как бы что-то типа обзора, ну, это обзором же можно называть, да? Вот. И, наверное, начну я с убийцы, потому что это просто класс, который мне полюбился очень сильно. А, естественно, цены, ну, классы будут еще по фикшной, потому что мы так попробовали, убийца, он слишком дешевый для его функционала, да, Серега? Ну, да. Он прямо вообще же. Даже надо будет его понерфить еще немножечко. Да, у нас пока первая, грубо говоря, неделя будет тестов сейчас всех классов, так что, ребят, вы не смущайтесь, о, мы уже победили. Кстати, вот в чат пишется, получено плюс 140 XP, у меня множитель уже стоит, как у самого этого большого премиум, ну, спонсора, получается, мы его назвали, да? Вот, то есть... Сам по умолчанию стоит награда за победу 20 XP, но на каждую арену мы поставим разные награды, то есть, в зависимости от сложности, там, если маленькая какая-нибудь арена PvP-шная, то награда будет соответственно маленькая, если арена сложная, и победить на ней не так просто, то награда тоже будет большим. Да, естественно, все это еще будет зависеть от игрового режима, то есть, захват флага, просто дезмач, там, или принести бомбу, и от количества того, ну, от количества сделанных, там, например, фрагов, там, и тому подобное. То есть, за каждое ваше действие вам будут даваться экспо, то есть, ну, и за смерть, конечно, не будет даваться экспо. Вот, имеется в виду за убийство, за то, что вы принесли флаг, вот я сейчас бегаю за этого... Ассасина меня просто не видно, я подхожу к врагам сзади, со спины, или просто так вот в лицо, сбоку, и убиваю их. Вот, видите, мне делал один удар, и я умираю, то есть, я вот нагло начал сейчас атаковать, потому что наглядно вам показать, ассасина такая особенность, что у него прыгалка второго уровня, то есть, он прыгает. А, Серега, ты такого взял берсеркера? Да, я берсеркером бегаю. Я просто, он, вижу, у тебя кольчужный нагрудник. Вот синий по нашу базе разбегивает, офигеть. Вот, а замедление есть, ну, типа, вы крадетесь, это сделано так, в стиле, ну, типа, ты ассасина был. Так, кстати, еще для тех, кто играет давно, флаг теперь надо не ножницами срезать, а просто можно рейд кликнуть по нему, и это сразу в руки вам возьмет. Вот, и скоро будут добавлены новые режимы, новые карты с новыми режимами, имеется в виду, это принести бомбу на базу врага, тортик, ну, тортик, это другая тема, я не знаю, но он будет, конечно, не скоро добавлен, но, думаю, в будущем ты все равно будешь его добавлять, я понял. Вот, принести, например, ну, это не обязательно тортик, но он просто выглядит, потому тортик довольно-таки прикольно выглядит, поэтому его можно и оставить, да? Вот, то есть, принести тортик на свою базу, то есть, будет какое-то место, откуда нужно будет что-то взять и принести это на базу, например, с базы противника притащить какую-нибудь вещь, тот же самый торт. Кстати, можно же будет такое сделать, что одна команда не может искать торт, а другая может, Серега? Вот это вот сложно. И, предположим, на базе врага валяется этот торт, ну, это как флаг, конечно, уже будет, наверное, да? Вот именно, что это будет, по сути, захват флага, односторонний, то есть. Сейчас, наверное, последний раз за убийцу сыграю, а потом возьмем какую-нибудь другой класс. У нас на одном из наших старых серверов, где был Вар, была арена, там вот такой небольшой замок, и одна команда осаждающая, а другая команда в замке защищается. То есть, у них там немножко различались классы, и суть была в том, что команде атакующих, у них всего было 90 жизней на всю команду, и им нужно было украсть флаг у защитников, то есть, это была односторонняя КТФ. Но, чтобы туда пробраться, нужно было каким-то образом преодолеть стену замка, то есть, там можно было мост опустить, допустим, или из катапульты выстрелить по стене, или по осадной башне там пробраться, и была еще каменализация, которую защитники могли закрыть вовремя. А в замке были специальные точки, в которых, если рядом с ними стоять, то раз в 20 секунд появлялись такие зелья, ну, типа, накладывать эффекты дополнительные, положительные, вот, то есть, это было самое интересное с ареной, и постоянно просили включить, потому что мы тогда арену включали не все. Ну, можно сделать что-то такого. Такая штука, скорее всего, тоже будет, потому что это очень интересная вещь. Естественно, будут карты, на которых можно будет разрушать мир, она будет, естественно, регениться, то есть, можно будет там ставить блоки, разрушать блоки. И вот сейчас карты, что-то типа, вот, как Демастер говорит, Аннигелейшина, только суть будет не в разрушении Нексуса, опять же, там, в захвате флага, а так, у нас будет классно, да, то есть, у нас будет разнообразие. Попадами, попрами и со собственным развитием полностью сделано. Да, я вот сейчас взял уже другой класс, он называется Defender, как видите, у меня 20 сердец, и из них желтыми являются 6, 6 являются желтыми, это щит, щит, то есть, его, если пробивают щит, то дальше уже, они никакой сами по себе не регенятся, щит можно сломать, то есть, у меня сломали щит, остальные оставшиеся сердца, их 14 штук, они у меня уже регениться, щит, естественно, регениться не будет, но после того, как вы умрете, опять появится. О, в Варьер у нас есть алмазный грудник, незачарованные палка, на Sharpness 2, Knockback 3, кстати, есть такой класс Берсеркер, на него Knockback вообще не работает. Вот я сейчас, наверное, его возьму, кстати, меня не убили, раунд просто закончился, вот Берсеркер, на него Knockback не работает, но у него свои фишки, то есть, у него вот есть зелье, настойки Берсеркера, они пьются моментально, насколько мне известно, правильно, Серега? Нет, они пьются не моментально, потому что с моментальными зельями там возникла проблема. А, ну, это в будущем, в будущем они будут питься моментально, то есть, вы будете нажимать ПКМ, и он будет сразу же пить его, то есть, вы берете топор и вы атакуете, правильно, я понимаю? Да, в будущем можно даже будет по-другому сделать там зелье, а, допустим, какой-нибудь предмет, который можно использовать раз в 30 секунд. Вот, Берсеркер, когда убивает зелье Берсеркера, естественно, увеличивается скорость атаки, ну, визуально, естественно, скорость бега и сила атаки, ну, а по нему увеличивается урон, то есть, он начинает просто быстро умирать. Ты потерял флаг, Серега, это плохо. Так, ну что ж, следующий. Я его взял в ту же долю секунды, буквально потерял. Следующий у нас это Пиромант. В принципе, все классы, вы можете посмотреть, ну, кто что за класс делает в этом, прочитать все это, но я хочу именно показать его вот так вот на игре. Пиромант, он, не, он, на самом деле, Пиромант не сильно понравился, я, может, за него поиграл на прошлой карте, которая CTF металл, без записи, да, и там я напал на двух кожанщиков, я их просто столько разударил, они бы меня так мало ударили, но они все равно не сдохли. Они, может, конечно, догорели уже после моей смерти, но... Пиромант это класс, который не напрямую наносит урон, а всех поджигает, то есть ты поджигаешь, у тебя большой ДПС, если нужно, как выразить, и делать уже в больших командных паяхтах, когда свалка начинается, 10 на 10 побежал, всех поджег, за 10 ударов, допустим, и огромную лонаду. То есть это такой класс, ему применение нужно уметь найти. Но это понятно, вот снайпер, есть класс, у него все 4 сердца и 20 стрел, но при этом лук на Power 5, это будет класс, класс подойдет для тех, кто метко стреляет из лука. Есть еще класс, лучник, но у него Power 2, насколько я знаю, но стрелы у него больше, то есть он подойдет для тех, кто хреново стреляет из лука. Его Power 2, больше здоровья, кожаная броня, плюс лук на отталкивание еще. То есть это такой класс для боев, для боев на средних дистанциях, а снайпер именно для того, чтобы издалека защищать, там, точку оборонять, например, или узкий проход, вообще идеально подойдет. Да, пока что у всех есть стандартный класс, то есть я не думаю, у нас не будет такой темы, что мы продаем экспо, но у нас будут, я думаю, продаваться только привилегии, в плане того, что, ну, купил там, и можешь заходить там на переполненные арены, грубо говоря, и этот... И удвоенный, там, утроенный, пятеренный опыт идет, то есть вот так. Да, еще некоторые классы базовые, ну, типа там, лучник, воин, можно разблокировать еще не только за экспо, а выполнив определенные условия, там, например, Бересеркер, разблокируются за тысячи убийств, все эти условия написаны на самом классе. Да, я сейчас, наверное, покажу прямо, сейчас сольюсь где-нибудь, у нас все равно 7 стрелок на снайпере осталось, я хреново стреляю из лука, я только что это понял. Я очень хреново стреляю из лука. Ну, как видите, мы переехали в новую машину, и сейчас вот онлайн на этой карте 50 человек, то есть у нас в команде 25, и в другой команде 25, и лагов нет, все двигаются нормально, идеально. То есть я еще просто в этом обдавите поменял некоторые функции, которые могли тормозить методы, ну, короче, немножко покойил. Вот, ребята, смотрите, внизу цена покупки 25 тысяч экспей, и там же написано желтыми буквами сам внизу. Можно разблокировать бесплатно, выиграв 200 боев, это воин. Арчер там, убив выстрелами 300 человек, там, скаут, украсть 100 флагов, взорвав 150 бомб, и так далее. То есть вот есть такие классы, и вы можете их получить бесплатно. Вот, алхимик, боже мой, болеет до сих пор. У алхимика золотая броня, ну, не считая алмазных ботинок, шлем. Шлемы у нас, скорее всего, на всех классах будут такие, потому что они у нас символизируют цвет команды. Ну, как на ассасине нету шлема? Это вот думаю, на ассасин он добавит, что ли, сапоги хотят, цветные под цвет команды, а то это совсем незаметно. Ну, я знаю. Все, этот ассасин мне покоя не дает. Ассасину просто надо сделать, там, не знаю, вообще одно сердце, чтобы он даже падать не мог. Если упал, ногу сломал, все, потерял кровь там. Он прыгает высоко. Там проблема будет с ногу сломать, какая-то, как это. Так вот, понимаешь, чтобы... Так вот, пусть вот они падают лучше, знаешь, я так подумал, это будет даже хорошо. Кстати, вот мне нравится, что на варе мне не разрешают блоки ломать, даже если я админ. Вот я сейчас играю за алхимика. Алхимика это такой сопротивящий класс, против этих пермастеров хорошая штука, можно кинуть, вон, все наши теперь невосприимчивые к огню. И так же им было кинуть отравление врагов второго уровня. Пиромансера взял участок, я бегаю, просто там, один удар по человеку сделал, так он загорелся, побежал дальше, выполнялся черное дело. Ну, да, и правильно. Кто-нибудь может даже догореть. Ну, конечно, все эти классы мне больше понравился Ассасин. Мне понравился защитник, номер защитника очень жестко по нерве, теперь не такого крутого, как раньше. Вот, но много же, может, других классов. Главное, это все будет комбинироваться. Классы будут постепенно дополняться. Видите, что мы буквально открыли свои сервера меньше недели назад. Наши сервера даже вроде пяти дней, то нет, и четвертый день идет, сейчас отказал, мы записываем это правильно. И мы уже сделали вот столько всего. То есть этим можно похвастаться, потому что если сравнить с другими серверами не игр, которые делают там вот те же самые... Ребятки, о-о-о, кто-то у меня просто сбоку напрыгнуло, даже не заметил, как он на меня напал. Хилку-хилку, не успел хилку выпить, ах, проклятие. Так, мне все-таки Ассасина возьму, это прям беспрогрешный вариант. Поиграя за него последний садок. Но это пока и против него бороться не научились. Да, я против пока еще бороться, и просто пока еще не знаю, что здесь такой Ассасин, и все бегают за стандартный класс. Потом, когда мы купили... Ну, не то, что не знаю, это просто не открытый класс. Да, просто никто еще не приведет. Думаю, неделька, и все уже будет, это... Парень пишет сейчас, как зарабатывать этих спичек? Чувак, ты не видишь, как убиваю? Он, видимо, я даже никого не убил, и флаг не принес. Как мы искали, если зарабатываются за какие-то действия. Ну, и за победу, если повезло оказаться в игры шекомандре. Да, я еще думаю, сделать, может, за поражение чуть-чуть, потому что вдруг чувак, реально, старался что-то делать, никого не убил, то, может, сопортил, все, ну, знаешь, это. Ну, тут, если сопортил, то, как бы, по ходу боя все равно получаешь опыт, так что, спорный вариант. Все опыта потом все равно еще подумаем, переделаем, посмотрим, как... Да, мы сейчас будем снять, за первый месяц нашего проекта, я считаю, что это все альфа-тест, это даже не бета-тест, потому что... Ну, как это объяснить? Мы все еще тести, мы еще даже не знаем, а сейчас вот только экспо появилось, ну, и все, вот эти вот... Вот, получается прокачки, все становится, только наварьи сейчас есть. Также будет добавлен небольшой донат на Скайблок, там вот эти вот острова, они уже будут реализованы, ну, то есть, если вы будете покупать VIP-группу на наших серверах мини-игр, да, вы будете покупать ее на всех серверах, кроме классик, естественно, классик, он не входит в мини-игр, он просто тут добавлю, чтобы вы могли играть для классика, там все будет отдельно. Вот, и покупая эти штучки здесь, вы получаете дополнительную экспо-новари, например, и острова, вот те, которые летают на Скайблоке, на Скайблоке, естественно. Ну, вы видели, те острова, вы можете посмотреть, на табличке уже, кстати, развесил, для каких групп эти острова будут принадлежать, там VIP, VIP-плюс и так далее, то есть, там уже пролетелся, сейчас быстренько повесил, чтобы... Ну, что такая толпа синих бежит прямо по центру. Да, кстати, если вы берете флаг, то под вами такие зелья взрываются к хилке, ну, как будто бы, визуальный эффект, чисто анимационный. Вот, и флаг у вас в руках, так же с бомбой, поэтому ассасину не получится так просто все сделать. А все, мы выиграли, 540 XP. И вот, смотрите, в принципе, я уже довольно скинул, я-то с премиумом, потому что сам таким жестким, но без буст, или у меня буст тоже стоит? Буст тоже стоит. Да. Ютуберки, ютуберов тоже сегодня уже, думаю, настроим, будем выдавать активным ютуберам, которые будут снимать у нас на проекте. То есть, ребята, если у вас есть свой канал, подумайте, возможно, задумайтесь на все остальное. Наверное, прямо сейчас у меня в количестве XP. Вот, но ютуберы будут равняться примерно, я скажу так, их 4 XP у них будет обычный, то есть, их 4. Так что, ребята, вот. В принципе, мы сказали, что это как бы больше не как у сплея, как новостной обзорный выпуск, и поэтому затягивать его долго не стоит, я думаю, Серега. Ребята так все знают. Ну, уже поняли, мы уже сказали, в принципе, все супер. Тут даже дело не в том, что знают, я думаю, всем будет интересно самим это посмотреть. Да, теперь, теперь это уже не просто какие-то ПВП-арены, да, теперь это уже реально прокачка, теперь тут можно позадрить, можно просто поиграть, расслабиться и получить массу удовольствия, прокачать свой класс, найти свой вот этот вот истинный... найти себя в этих классах, грубо говоря. Ну и потом будет отдельная прокачка, еще докачивать можно будет сами классы. Ну это уже в будущем, в будущем, в будущем. Вот, естественно, ждите, надейтесь. Заходите в TeamSpeak, там можно найти команду для Вара, там совместные действия, все дела. Вот, потому что ребята в TeamSpeak играют, играют, да, молодцы. Вот, и Annihilation, естественно, Digital Man у нас тоже уже разрабатывает, и возможно, возможно, я опять же скажу, некоторые фишки с Варом мы перенесем на Annihilation, потому что довольно-таки они интересны. Потому что, ну, делать полную копию Annihilation, с одной стороны, немного как-то глуповато, что ли. Ну, то есть мы будем все равно его разнообразить и делать, как свой режим, ну, идея, да, взятого шутбола. Ну, вот Вар у нас, это чисто наша идея, так что все окей. Все, наверное, давай прощаться. Ну что ж, ребята, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео, заходите на сервера мини-игр, играйте вместе со мной, наверное, сейчас уже буду обновлять себе эти классы, обновлять, то есть экспо. Вот, и на этом все, всем удачи, всем пока, ребята. Ну все, всем пока.